Сейчас мы с вами посмотрим некоторые аргументы в пользу существования Бога. Первое — это религиозный опыт как аргумент в пользу существования Бога. Религиозный опыт как аргумент в пользу существования Бога. Значит, предпосылка, да? Первое — разумно допустить, что в чём человек действительно нуждается, действительно существует. Но смотрите, правильное допущение в том отношении, что если человек в чём-то нуждается, в действительности в чём-то нуждается, то это действительно существует. Ну самое простое, ну вы нуждаетесь в воде. Из этого можно допустить, что вода существует. Ну понятно, о чём я говорю или нет? А есть такое, что он чём-то нуждается, чего не существует? но скажи в чем ты нуждаешься этого не существует вот поэтому предпосылка такая если если человек в чем-то действительно нуждается да то это действительно существует значит второе второе человек реально действительно нуждается в боге и переживает эту потребность в опыте и имеет переживание но эту потребность переживанием да в опыте то есть он имеет опыт переживания да или опыт потребности переживания то есть существует у него такая потребность что он что ему нужно общение с богом значит вывод бог существует да да это религиозный опыт как аргумент в пользу существования бога а имеет потребность переживать ну то есть он 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 переживает эту потребность чтобы иметь этот опыт общение с богом это логические формулы но смотрите но человек вам задает какие-то вопросы да как вы можете доказать что бог есть вот вы ему задаете вопрос но смотрите если человек нуждается действительности в чем-то да то это есть то что в чем не но вы задаете вопрос ему первый вопрос здесь какой что и разумно допустить что если человек в чем-то нуждается то это существует то это есть смысле понимаете и чек допустим ну согласиться с вами что это разумно ну потому что если он не согласится вы его спросите ну скажите в чем вы нуждаетесь и этого нету пусть хоть что-нибудь назовет и следующее вы как доказательство говорите да вот человек реально нуждается в общении с богом и переживает эту потребность для общения с богом но он данном случае не нуждается но множество людей которые нуждаются ну понятно но ты у нас просто особенный философ да я понял поэтому следовательно бог существует или еще еще одно предложение на это новое новое новый посыл новый ответ доказательства размышления новое логическое размышление значит много разумных и самокритичных людей свидетельствует о переживании присутствия бога ну то есть не только же там какие-то недалекие глупые люди верят бога правда вот ну то есть поэтому можете сказать да что много разумных и самокритичных людей свидетельствует о переживании присутствия бога значит второе если хотя бы одно из этих свидетельств является достоверным то бог существует если хотя бы одно из этих свидетельств достоверно то бог существует вот при этом существует третий пункт крайне невероятно что все эти люди обманываются и четвертый пункт как следствие следовательно бог что существует 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 ноевероятно что существует существуют 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 детей Рациональные доказательства существования Бога. Значит, это логическое действие, в процессе которого истинность какой-либо мысли обосновывается другими мыслями или концепциями. Это логическое действие, в процессе которого истинность какой-либо мысли основывается другими мыслями или концепциями. Это логическое действие. Логическое понятно? В процессе которого истинность какой-либо мысли, то есть есть мысль, да? И она обосновывается с помощью других мыслей или концепциями. Другими мыслями или концепциями. Для вашей мысли не моя мысль. Нет. То есть это когда есть мысль, и вы хотите ее обосновать или доказать, да? То есть вы предлагаете какие-нибудь другие мысли, которые подтверждают же вашу же мысль. Понятно, да? Нет, в данном случае именно идеи. Ну то есть если мы говорим о... Мыслями или концепциями. Составляющими разными. Основанием для самой первой мысли, на основании которой все это мысли. Ну у вас появляется мысль, да? К примеру. Это бесконечно мысль. Ну смотрите, у вас появляется мысль какая-то, да? Ну в данном случае мы говорим о существовании Бога. Давайте уже таким будем. У вас мысль. Бог есть или Бога нет, к примеру, да? Но вы все-таки думаете, что Бог есть. И поэтому вы берете другие высказывания, мысли, и с помощью них доказываете свою мысль о том, что Бог есть. Выстраивая в различную... Ну как бы выстраивая это в цепочку. В логическую цепочку, приводя доказательства из писания или других. Ну то есть да, то есть вы берете другие различные уже высказывания для того, чтобы доказать свою мысль. Но если вот эти высказывания мыши, на основании которых я доказываю, что Бог есть, ставятся под сомнение, надо кигнуть уже? Ну в данном случае под сомнение можно поставить все. У вас уже начинается само доказательство исходить из того, что уже поставлено под сомнение. Бог есть или Бога нет? Уже есть сомнение, правильно? То есть существует... Почему вам нужно доказывать? Потому что, допустим, ваша часть говорит, что Бога нету, другая ваша часть говорит, что Бог есть. Но вы все-таки думаете, что Бог есть. Поэтому вы хотите доказать своему той части, которой Бога нет, что Бог есть. Для этого вы используете различные аргументы, мысли и так далее, выстраиваете их логическую цепочку, смотрите и говорите, да, в действительности Бог есть. Ну, естественно, что та другая часть может говорить, нет, но все-таки этого недостаточно, опровергают ваши аргументы, вы ищите новые и доказываете опять. Ну, то есть это такой принцип. Значит, в данном случае для истинности доказательства нужно выполнить три условия. То есть, чтобы доказательство было истинным, да, нужно выполнить три условия. Значит, во-первых, истинность посылок. То есть те посылы, которые вы делаете, используя различные, да, доказательства, они должны быть какими? Истинными, да. Второе, должна быть правильность структуры. Создается структура этих посылов. А? Можно неправильно это внести. Ну да, то есть, чтобы как бы оно было, ну, логично, то есть одно выходило из другого. Ну, как мы делали только что, вот, объясняли, да, что если человек в чем-то нуждается, то, значит, это есть. Понимаете, да? Следующий посыл какой идёт? Если человек нуждается в Боге, значит, Бог есть. Следовательно, Бог есть. То есть должна быть форма доказательства как бы выстроена. Значит, и третий пункт — должно быть согласие самого человека, с которым вы дискутируете, с предыдущими двумя положениями. То есть для истинности доказательства, чтобы человек в итоге сказал, что это истинное доказательство, да? Значит, он должен... Согласие. Согласие человека с предыдущими двумя положениями. То есть если он согласен с тем, что вы приводите, например, высказывания каких-нибудь, скажем там, известных людей или... Ну, в данном случае давайте не отходить уже от того, что мы уже говорили, да? Если он согласен с истинностью вашего посыла, да? То есть что было первым у нас? Помните? Что если в чем-то человек нуждается, значит, это и есть. Если он с этим соглашается, да, вы продолжаете в структуре, да? Следующее. Значит, и так далее. То он как бы приходит к тому, что, ну, как бы, по идее надо согласиться. Ну, то есть в данном случае, вот если мы посмотрим на несколько как бы моментов таких теорий эволюции, да, то можно понять, что теория эволюции не может отвечать, на самом деле, почему существует Вселенная. То есть на самом деле, если мы говорим о Дарвине, да, он не мог, ну, чётко объяснить само возникновение жизни. То есть как бы идея в чём? Что откуда-то появилась клетка, а потом она имела какое-то развитие и так далее. Ну, то есть в данном случае теория образования Земли, коры и так далее, то есть это не теория Дарвина, да, это другие учёные доказывали это. Но сама его теория, как бы, она, ну, не была обоснована на… Значит, следующие это аргументы, которые называются космологические аргумент в пользу существования Бога. Космологический аргумент в пользу существования Бога. Значит, этот аргумент, он отталкивается от Вселенной. Значит, в основе самого аргумента лежит причина-следственная связь. То есть, как бы так проще высказать, что явление не может быть причиной самого себя. То есть, другими словами, что причина, да, самой Вселенной, оно не лежит, как бы, Вселенной, да, оно находится вне Вселенной. И поэтому этой причиной является Бог. И вот этот космологический аргумент, он применялся многими философами. Например, Платоном, Аристотелем. Вот Аристотель считал, что все вещи приводятся в движение двигателем. Ну, это было его такое вот изречение, что все вещи приводятся в движение двигателем. И он говорил, что есть один неподвижный двигатель, который движет всё. Но в данном случае, смотрите, если мы рассматриваем вопрос Вселенной, да, то он говорит, что всё движется с помощью одного двигателя, да. И потом, есть один неподвижный двигатель, который движет всё. Здесь у меня сразу слова из Писания, да, что ним всё движется и существует. Понимаете, да? То есть он сделал вывод определённый этот, да? Но на основании Писания мы видим, что Слово Божие говорит, что действительно всё ним движется, всё ним существует. То есть он есть двигатель всего процесса. Ты Аристотель сказал? Нет, это и я говорил. Да, это Аристотель сказал, что, вернее, он считал, что все вещи приводятся в движение двигателем. Есть один неподвижный двигатель, который движет всё. Ну, интересно, бывает вопрос такой, типа, где же этот двигатель находится, и кто то за грязью. Конечно, за грязью. Если вам было копии, то интересно. Ищи. Считается, что отцом вот этого космологического аргумента являлся Фома Аквинский. И он написал пять вариантов или путей космологического аргумента. Вот для Фомы Аквинского авторитетом был Аристотель. Значит, вот некоторые, предложу вам из этих путей, о которых он говорит. Он говорит, что аргумент от возможности до необходимости. То есть, что возможно до того, что необходимо. Все вещи в мире являются обусловленными, но не обязательно необходимыми. То есть, ну не всё то, что существует в мире, как бы является необходимым. И дальше он говорит, что, соответственно, для меня родители являются необходимыми. Но для себя они являются случайными. В смысле того, что они не обуславливают этот мир. Ну, то есть, имеется в виду, что в данном случае для ребёнка родители являются представлением этого мира. Сами родители для себя не являются. Или сложно? Нет. В смысле, я не понимаю. Ну, и в конце концов, его вот это высказывание, эта цепочка приходит к существу, которое является необходимым для всей цепочки. И это существо — Бог. Ну, то есть, тот, кто даёт рождение, понимаете, да? И это является необходимым. И это является необходимым. Ну, или ещё один аргумент. Аргумент от зависимости. В данном случае не наркотической, там, или алкоголической. И он говорит, что все существа зависимы. Нет независимых существ. Нет независимых существ. И в конце концов, эта цепочка зависимых существ должна, ну, остановиться на том существе, которое будет независимым. Ну, кто-то от чего-то зависит, да? Ну, это как бы тот же пример, что дети зависят от родителей, да? Родители зависят от своих родителей и так далее. В итоге приходим к первому человеку. И он должен быть от кого-то зависим, да? А тот, от кого он зависим, уже является независимым. Эта цепочка зависимых существ должна становиться и быть независимым. Независимое существо. То есть цепочка должна прерваться на независимом существе. То есть в основе этого аргумента лежит причина-следственная связь. Ну, да, если мы начинаем отправную точку, скажем, от себя, то мы придем, ну, как бы, мы же откуда-то начинаем, да, мы придем в конец. Ну, как бы, для нас, для бытия это начало, но для нас это, как бы, конец. Главное, чтобы он не потерялся, если вы ему все это расскажете. Ну, вам это интересно? Хорошо, был такой еще один Улиэм Крейг. Он выдвинул современный Калам космологический аргумент. И здесь исходный вопрос, который у него звучит. Было ли у Вселенной начало? Значит, два подхода он предлагает к этому вопросу. Первый — это философский подход. Значит, что он говорит? Он говорит, что актуальная бесконечность не может возникнуть путем прибавления, потому что в результате все равно получится конечное число. В смысле, в бесконечности он нельзя ничего прибавить? Вот он объясняет, что актуальная бесконечность может возникнуть только моментально. Актуальная бесконечность может возникнуть только моментально. Ну, то есть, если, ну, простое, да, если мы берем какое-нибудь число, к нему, если мы прибавляем любое число, то в итоге что происходит? Есть конечное число. А бесконечность актуальная, да, она может возникнуть только моментально. То есть, значит, появилась бесконечность, и все. Поэтому он говорит, что идея бесконечности в реальности абсурдна. Ну, другими словами, что в реальности нет такой бесконечности. То есть, ну, то есть, сама эта идея, она как бы даже абсурдна. Ну, есть объяснение, я сейчас продолжу, как бы. То есть, он объясняет, что Вселенная не может существовать бесконечно, у неё есть начало. Хорошо. Поверьте мне, что много людей над этим думают. Продолжаем. Да. Просто вы столкнулись с этим, может быть, впервые. А кто-то с этим сталкивается чаще. И сидят и доказывают друг другу и так далее. Я думаю, что человек начинает об этом думать, когда он уже подрастает, и начинает выдаваться с такими вопросами, ну, вообще не вернусь. Может быть. Значит, следующее — это научный подход. Научный подход. Значит, он говорит, что научный подход — это доказательство не бесконечности Вселенной. Здесь он приводит пример того, что доказательством служит это красное свечение звёзд, которые говорят о том, что Вселенная разлетается от какого-то единого центра. Красное свечение звёзд, говорящие о том, что Вселенная разлетается от какого-то единого центра. То есть, что есть отправная точка. При этом он говорит, что теория Большого взрыва иллюстрирует это. Значит, соответственно, на двух этих методах доказательства он говорит о том, что актуальная бесконечность в реальности невозможна. То есть, Вселенная имела начало. Двумя этими методами он доказывает, что актуальная бесконечность в реальности невозможна. То есть, Вселенная имела начало. Ну, всё его доказательство сводится к тому, чтобы показать, что Вселенная имела начало. Ну, что не было… Она не существовала всегда, и потом вдруг что-то вот здесь произошло и так далее. Что было начало существованию Вселенной. Да, как теория, но он подходит к ней и научным способом, и философским. И на основании философского объяснения, да, то есть объясняя философским методом и также доказывая научным способом, он приводит к тому, что Вселенная имела начало. Хорошо. Значит, телеологический аргумент в пользу существования Бога. Телеологический. Телео… Логический. Телеологический. Телеологический. Значит, само слово «телос», греческое слово, означает цель. И этот аргумент, он говорит о том, что Вселенная имеет цель. Значит, считают самым удачным телеологическим аргументом, который предложил Ульям Пелли. Который жил с 1743 по 1805 год. Ульям Пелли. 1743-1805. Значит, он сказал, что мир являет еще большее свидетельство мастера, чем то, что делают люди. Ну, в данном случае он подразумевает, например, ну там, что люди делают. Ну, часы, например, да? Если посмотреть, как человек сделал часы и посмотреть, как устроен мир, то можно понять, что устройство мира свидетельствует о том, что есть мастер, который это сделал. То есть, другими словами, порядок, который мы видим, который мы наблюдаем во Вселенной, свидетельствует о Боге. Спасибо. 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 Антропологический аргумент. Значит, этот аргумент был выдвинут Мартимером Адлером. Мартимер Адлер. Суть его аргумента заключена в том, что человек не мог бы появиться, если бы не было Бога. И он приводит всем особенностей человека, которые доказывают, что он создан. Значит, во-первых, он говорит о том, что у человека есть язык. Не в плане только как, ну, имеется в виду член тела, да, а имеется в виду словесные символы, слова, то есть, что человек может говорить. То есть, это как бы не могло появиться ниоткуда. Это должно было быть кем-то заложено, да, дано. Так же технологии, которые использует человек, инструменты, даже то, что человек может разводить огонь. То, что человек живет по законам. То есть, здесь можно включать как правовые законы, так же общественная жизнь. Ну, можно и так сказать, нравственные, да, просто есть еще пункт мораль, где совесть учитывает. Ну, то есть, что у человека есть порядок, да, определенный. Когда люди в итоге не живут по отдельности, да, они тоже создают общины, определенные законы, положения и так далее, по которым они пытаются жить. У человека существует культурная традиция. И мы видим, что она передается через поколение, да, обычаи различные и так далее, то есть. Значит, религия. Сюда входят культы, обряды. У человека присутствует мораль. Основанная на том, что внутри есть совесть. Украшения. Искусство, красота, эстетичность. То есть это не могло появиться там ниоткуда. Это было вложено человека, да, он просто имеет развитие в том, чтобы развиваться в этих отношениях. Хорошо, моральный аргумент. Значит, Эммануил Кант выдвинул аргумент, состоящий из шести постулатов. Значит, первое, счастье есть желание всех людей. Второе, мораль есть обязанность всех людей. Третье, единство счастья и морали есть высшее благо. Единство счастья и морали есть высшее благо. И это можно назвать как справедливость. Единство счастья и морали есть высшее благо. Это справедливость. Справедливость, это счастье и морали есть. Да, справедливость в итоге выливается в то, что если есть счастье и присутствует мораль, то в итоге происходит справедливость. Справедливость, без счастья и морали. Справедливость, без счастья? Да. Ну, подумайте, как. Его справедливость поступил. Так. Мораль есть, а человек не счастлив. Значит, дело в том, что если вы поступаете морально, в данном случае, то вы поступаете справедливо по отношению к человеку. То есть вы в данном случае счастливым являетесь. То есть вы в данном случае счастливым являетесь. Человек-то может быть и несчастливым, но вы являетесь счастливым, потому что поступили морально. В итоге проявилась справедливость. Ну, внутри-то при этом особо нет никакой радости поступить морально в свои две отношения. Ну, три дня с ними, да. Например, ну что, несправедливо, морально, а счастье может не выйти. Так я же подниму. Значит, четвертый пункт говорит, высшее благо должно быть желанным. Высшее благо должно быть желанным. Высшее благо — это что? Единство счастья и морали. То есть это означает, что надо желать, да, чтобы было единство счастья и морали. Пятый пункт, он говорит, что единство морали и счастья невозможно достигнуть ограниченному человеку в ограниченном времени. Единство морали и счастья невозможно достигнуть ограниченному человеку в ограниченном времени. Еще один пункт и все. Запишем еще один пункт и по рерыву. Хорошо, давайте запишем пока. Значит, шестой пункт. Следует заключить, что существует загробная жизнь и Бог, который объединяет мораль и счастье. Следует заключить, что существует загробная жизнь и Бог, который объединяет мораль и счастье. Продолжение следует... ... ...